Здравствуйте, меня зовут Семен Красоткин. Я редактор и администратор русских новостей. Это лекция в специальной татарской школе СЛЭД. Сейчас я стою как представительство Республики Татарстан в Москве. Я расскажу вам, что такое Вики Новости и как их писать. Вики Новости – это проект гражданской журналистики. Это значит, что их может писать каждый человек. Здесь создаются статьи новостной тематики. Прямо сейчас в русских Вики Новостях больше 20 тысяч новостей, уступая по количеству французским, английским и сербским. Если сравнивать проект с другими СМИ, то здесь может писать любой человек, такой же, как и вы. Вики Журналист пишет непредвзято и максимально понятно, независимо от возраста и образования читателя. Кроме переработанных новостей, корреспондент проекта может создавать оригинальные репортажи. Это когда он сам является источником информации. Также репортер Вики Новостей может записывать эксклюзивное интервью с интересными людьми. Сейчас расскажу, как создавать новости. Возьмем произвольную новость, которая случилась недавно, а также понравилась лично вам. Важно, новость должна быть свежей. Для примера напишу о том, что чемпион ПАГО, корея Сли Сидоль, решил уйти из порта. После этого находим желательно 2-3 независимых источника. В главных новостях критично относиться к любой информации и перепроверять ее. Иначе после публикации придется писать опровержение. После сбора информации переходим к созданию статьи. Не забываем, в википроектах запрещено полностью копировать источник. Материал излагается своими словами. Открываем заглавную страницу русских викингностей. Добавить новость можно здесь, здесь и в следующей форме. Для удобства автоматически проставлены необходимые оформительные шаблоны. В первой строчке редактируется, показывает, что вы взялись за работу над статьей. Дата проставляется автоматически. Следом за этим заполняем шаблон «Тему». Темы – это теги, которые наиболее общие относятся к содержанию. Выбираем иллюстрацию к статье. К этому пункту стоит отнестись внимательно. В соцсетях и на главной странице она привлекает читателей. Помимо этого она украшает сухой текст. Их можно взять с викисклада. Убираем комментарии. Переходим к написанию текста. Структурно должны выделяться три части. Лид, подробности и бэкграунд. Лид – это что, когда и где произошло. Подробности – это дополнительные события о случившемся. Бэкграунд – это пояснение о субъекте заметки. Краткая история фактов, если статья сюжетная. Для оформления цитат используется шаблон цитаты. Ваш текст должен быть нейтральным. Пишите от лица независимого наблюдателя. Свободного взглядов и убеждений. Еще раз. Полностью копировать текст из источника нельзя. Переписываем своими словами. Дальше оформляем источники. Заполняем графу URL. Это адрес источника на новостном сайте. Название. Как оно там называется? Автор, если указан. Издатель. Это название издания. Дата – это когда опубликована новость на ресурсе. Затем переходим к категориям. Это множество связанных тегов с написанной заметкой. Проходим по тексту и выявляем их. По пути викифицируем словосочетания. То есть связываем со статьей википроекте. Не забываем нажимать на викификатор текста, в который входит нормирование кавычек и удаление лишних пробелов. Когда ищем категория, то возможно столкнемся с тем, что на этой теме уже были новости. Информацию оттуда стоит добавить в бэкграунд. И связываем с помощью специального шаблона. Новость написана. Перед созданием нажмите на кнопку «Предварительный просмотр». Надо выставить статью на рецензирование. Для этого меняем шаблон «Редактировать» на «Рецензировать». Нажимаем на кнопку «Создать страницу» и ждем, когда редактор ее опубликует. Русские викиновости – это проект на русском языке. Но в нем можно писать не только по-русски. В рамках проекта «Многоязычность» можно создавать заметки на других языках, в том числе и на татарском. Расскажу про мультиязычные новости. Это статьи, написанные одновременно на нескольких языках и связанные между собой шаблоном. В специальной категории собраны ссылки на новости по языкам. Все доступные языки сейчас перечислены на странице «Многоязычность». Перейти на нее можно с любой страницы проекта. Вот отсюда. Всего сейчас представлено 11 языков. Машкирский, Лизгинский, Ливийское наречие, Морийский, Макшанский, Татарский, Удмуртский, Финский. Ивенский, Эрзянский и Язык Саха. Для всех них есть категория с последними новостями. Для большинства из них есть свои собственные заглавные страницы. Больше всего новостей на своем языке написали эрзяне, а именно 45. Татарский находится на третьем месте по числу новостей. На заглавную страницу на татарском языке можно попасть отсюда. На ней размещены 10 последних новостей, отсортированных по дате. Свежие новости сверху. Откроем первую статью и посмотрим, как она устроена. Перед созданием новости на татарском необходимо написать ее на русском и дождаться проверки редактором. А потом создать такую же на татарском, придерживаясь стилистики и оформление, которое одобрил редактор. Обе заметки необходимо связывать с шаблоном на других языках. Вики-коде это выглядит следующим образом. Все необходимые шаблоны для работы есть на специальной странице. Вики-новости, многоязычность, перевод интерфейса. Для того, чтобы создавать многоязычные новости на языках, которые там еще не представлены, необходимо перевести эти шаблоны на требуемый язык. Вы можете обратиться к опытным участникам, и они вам подробно подскажут. Сейчас я расскажу вам о том, как добавлять вики-новости короткие анонсы, состоящие буквально из одного короткого предложения. Обычно СМИ пишут о событиях, которые произошли недавно, но в прошлом. Однако прямо сейчас известно, о чем они напишут в скором времени, или даже через несколько тысячелетий. К таким будущим новостям относятся соревнования, концерты, примеры фильмов, игр и тому подобного, а также конференции, астрономические события. То есть все то, у чего есть четко определенная дата, и заранее известно, что эти события заинтересуют СМИ. Для таких анонсов в русских вики-новостях создана специальная рубрика «Ожидаемые события по датам». Они ежедневно публикуются первой заметкой. Посмотрите. Найти эту рубрику можно за главной страницей вики-новостей. Вот тут. Ниже видим ссылки на страницы, где собраны анонсы по будущим датам. Нажав на них, вы можете узнать, что точно произойдет в этот день. Вы можете добавлять туда свои анонсы, уточнять то, что создали другие, и даже создавать такие же страницы на новые даты. Например, откроем ближайшее, 8 декабря. Можно также посмотреть, какое самое отдаленное событие с точной датой известно участникам вики-новостей. Так, 3 мая 7138 года завершится эра шестого солнца календаря мая. Напомню. В декабре 2012 года, когда завершилась эра пятого солнца, в интернете обсуждался якобы предстоящий в этот день конец света. Добавлять новые анонсы не составляет труда. Это самый простой способ участия в вики-новостях. Добавление новой строчки анонса занимает не более 3-5 минут. Посмотрите, и потом сразу же попробуйте сами. Находим события на интересующуюся нас дату. Например, я узнал, что завтра в Санкт-Петербурге пройдет полуфинал Чемпионата мира по спортивному программированию. Открываем страницу ожидаемых событий в дня и добавляем новую строчку. К тексту прикрепляем источник этой информации. Викифицируем, то есть связываем добавленную новость с ее персонажами, местами, где она будет проходить, и основными темами. И категоризируем. Добавляем теги, связанные с добавленной нами строчкой, чтобы эта страница попала на категорию ее персонажей и тем. Вы можете украсить ваше сообщение и иллюстрацией, взятой среди склада. Теперь расскажу, как создавать страницу ожидаемых событий, если ее нет. Каждая страница имеет вид ожидаемые события какой-то даты. Вверху рубрики ожидаемые события по датам есть специальный шаблон, куда вводим название страницы с новой датой и нажимаем кнопку. Для примера, создам страницу на 31 января 2020 года. В этот день, Microsoft закрывает приложение Cortana для Android и iOS. Движок автоматически вставит все необходимые шаблоны. Вам необходимо будет только исправить дату, которая отображается в международном формате ISO, и убрать комментарии. Потом вставляем найденное нами событие и ставим источник. Дальше, викифицируем. Продолжение следует... - И категоризируем. И категоризируем. Также можем добавить иллюстрацию. Чтобы урок не прошел впустую, рекомендую сразу после просмотра добавить анонс интересного вам события. В «Русские Вики-Новости» сотрудничают с изданием «Частный Корреспондент», благодаря чему гражданские журналисты имеют такие же права, как и корреспонденты традиционных СМИ. Мы получаем вот такие удостоверения и можем аккредитоваться на официальные мероприятия. Сейчас расскажу про проект «Стань частным корреспондентом» в «Вики-Новостях». Если вы хотите получить журналистское удостоверение, вам необходимо перейти в раздел «Стань частным корреспондентом». Это можно сделать за главной страницей отсюда. Удостоверения выдаются лишь тем, кто прошел квалификационный минимум, написал определенное число статей, одобренных редакторами, без значительных изменений. За каждую работу начисляется определенное число баллов, меньше всего – один. За создание синтетических новостей, рерайтинг. Больше всего – шесть. За эксклюзивное интервью, записанное специально для русских вики-новостей. Если ваша статья стала популярной и вошла в топ-100 самых посещаемых заметок, она получит дополнительные баллы. ТОП-100 прямо сейчас выглядит следующим образом. Для получения журналистского удостоверения надо за один календарный год до момента подачи заявки набрать 48 баллов по этой схеме. Результаты работы необходимо заносить в таблицу. После выполнения задания нужно связаться с кураторами. Они оценят вашу работу и примут решение. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, то приходите в наш проект. Участники будут рады вам и готовы помочь и подсказать. И помните, вики-новости может писать каждый из вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...